друзья всем привет вы на канале moto sancho и наверное заметили что два дня на канале не выходило новых видео дело в том что эти два дня я продолжал возиться с электрикой продолжал возиться с проводкой давайте сейчас посмотрим что сделано на данный момент остановились мы как вы помните на подключении приборной панели но прежде ее необходимо было почистить и покрасить а затем при сборке панели оказалось что внутри слишком мало места для размещения двух достаточно габаритных приборов а также вот этих заводских разъемов которые в заводской комплектации находятся внутри приборной панели пришлось выносить разъемы которые идут к пультам наружу а затем менять вместо вот этих громоздких на шесть контактов ставить компактные китайские на 9 контактов согласитесь все гораздо аккуратнее вот сюда их подтянуть хомутами прижать и будет отлично таким образом и панель у нас собралась и хватает теперь длины проводов до самих пультов было у меня уже видео с подключением именно таких китайских пультов к проводке моего урала и я думал что она мне здорово в этот раз поможет что достаточно будет лишь посмотреть видео и выписать какие провода по цветам с какими соединяются а потом повторить это вживую но ничего подобного днепровская проводка не совпадает по цветам проводов с ураловской категорически не совпадает поэтому все пришлось делать с нуля я разбирал днепровские пульты разбирал китайские пульты смотрел какие провода за что отвечают выписывал это на бумажке искал соответствие между ними а там так бывает например днепровские пульты металлические и минус это сам корпус пульта а китайские пульты пластиковые и минус приходит отдельным проводом а все это надо как-то согласовать все это надо связать между собой в общем времени ушло много поверьте но в итоге все заработало пускай не с первого раза но заработало давайте пробежимся по панели лампа давления масла у нас горит указатель нейтрали синяя лампа это дальний свет благодаря новым пультам у меня появилась функция моргания дальним светом следующая зеленая это повороты видим тоже работают и наконец пятая красная лампа у меня не задействована это лампа зарядки а о зарядке я буду судить либо по зеленому светодиоду на реле регуляторе либо непосредственно по вольтметру на панели здесь же видим температуру 28 градусов я долго думал куда же поставить датчик по хорошему его стоило бы врезать в поддон и наблюдать за температурой масла но когда масло залито в поддоне сверлить его крайне не хотелось бы поэтому датчик я пока установил между ребер правого цилиндра ведь цилиндра у нас греются сильнее всего и чаще всего прихватывает поршневую но именно в цилиндрах вот и будем за ними следить может быть потом я это переделаю но пока так также у нас есть часы которые не сбрасываются при отключении массы все работает ну и наконец спидометр подсветка спидометра включается одновременно с габаритами с этой стороны если посмотрим у нас есть еще не задействованный разъем фары это антенна gps спидометра и поворот левый поворот который тоже еще только предстоит поставить тут у меня творческий беспорядок два дня я здесь паял резал изолировал крутил а вот эту коробочку я вам хочу показать это мне привезли только сегодня те самые запчасти которые я заказывал из киева а учитывая современные сложности с пересечением границ доставить все это смогли лишь сегодня давайте посмотрим что же к нам приехало это резиновые уплотнители кожухов штанг толкателей днепровские 8 штук на два мотора пускай будут в запас это увеличенный днепровский поддон качество литья у него конечно ужасное литье в земельную форму но объем масла системы увеличивает охлаждение улучшает пускай будет даже ценник есть 670 гривен поддон алюминиевый 1 литр прикольно в поддоне у нас болтаются подпятники это такая проставка между клапаном и коромыслом в урале не используются а вот в днепровских двигателях стоят 8 штук на два мотора здесь есть патрубки выхлопные которые я очень ждал к моменту установки двигателя но приехать они не успели поэтому я пока поставил старые и вот решил их не менять пускай будут в запас резиновые прокладки под клапанные крышки 4 штуки резиновые патрубки соединяющие воздушный фильтр и карбюраторы у меня сейчас на днепре будет стоять два карбюратора поэтому по трубке нам понадобятся спицы днепровские не знаю оцинкованные или хромированные спицы 80 штук два комплекта мне уже как раз комплект привезли из россии поэтому колесо запаски я собрал четыре штанги толкателей ураловские для разнообразия дело в том что у меня закончились ураловские ровные штанги пришлось заказывать кстати вот эти неплохие эта трубка это не пруток она довольно легкая и видны по торцам отверстия то есть они вальцованные лучше покупать такие штанги чем те которые выточены из обычного прутка они более жесткие так это к спицам и наконец явовский замок который я планировал устанавливать на свой днепр я его уже установил точно такой же который мне привезли из россии ну а этот будет для будущих проектов о здесь два ключа с тем в комплекте был лишь один отлично ну а теперь давайте продолжим сборку и раз уж с электрика я наконец разделался можем приступать к монтажу элементов управления на руль это пульты рычаги рукоятки и пожалуй зеркала для правильного позиционирования и фиксации пультов на руле внутри каждого из них есть штифт который совмещается с отверстием в руле и не позволяет пульту проворачиваться и смещаться куда-либо вот оно это отверстие если видно и здесь есть одна проблемка дело в том что если мы установим пульт совместив его с этим отверстием то под рукоятку останется слишком мало места рукоятки у меня резиновые и часть будет висеть в воздухе будет просто гнуться поэтому отверстие сейчас придется перенести подальше для этого думаю стоит подмериться и прицелиться по рукояткам рукоятки у меня уже давно дожидаются установки китайские заказан из алиэкспресса ссылку как обычно оставлю в описании довольно интересная конфигурация такие рифленые ромбики приятно лежат в руке мягкие есть вот такая пластиковая втулка под ручку газа и к ней несколько переходников под различные пульты выберем сейчас какой нам лучше подойдет совместим шлицы и наверное вклеим на суперклей эти штифты давайте пока временно выкрутим ведь это всего лишь винт с головкой под маленький шестигранник достаточно длинная резьба обеспечивает надежную фиксацию ну а теперь устанавливаем пульт на руль все собираем как она и будет стоять здесь у нас есть рычаг пускового обогатителя и наконец устанавливаем резиновую рукоятку так чтобы ее торец совпал с торцом руля вот в этом положении у нас и будет стоять пульт можно его отметить кусочком изоленты или малярного скотча затем все снимаем обратно и уже отталкиваясь от существующих меток будем сверлить отверстия а для того чтобы резиновая рукоятка не проскальзывала по хромированной трубе руля давайте ее тщательно обезжирим и саму трубу и рукоятку изнутри она после этого должна прилипнуть и уже с места не двигаться следующим ходом давайте установим рычаги тоже китай самые простые универсальные ссылочку также оставлю в описании такие рычаги я уже устанавливал на свой урал никаких лишних понтов и наворотов здесь нет зато есть концевики тормоза и сцепление сцепление нам в принципе не нужен но дополнительный концевичок тормоза в запас не помешает выбирая рычаги важно не промахнуться поскольку есть очень похожие скутерные у которых фактически нет этого изгиба они прямые и при выжиме естественно будут упираться в пульты что сцепление что тормоз здесь же как видите все совпадает следующим шагом давайте установим зеркала и одновременно с ними защиту рук поскольку держатся они на одних и тех же креплениях здесь ничего нового я также не заказывал все уже проверенное на урале проверенное путешествиях точно такой же формы зеркала я знаю что в россии не проблема такие купить в беларуси же их просто нет приходится заказывать из китая хороший обзор небольшая сферичность и довольно жесткие стойки нет вибрации защита рук тоже уже проверено на урале черный пластик это неполноценная кроссовая защита падения или удара о дерево она конечно не выдержит но от холодного ветра песка пыли насекомых и даже дождя вполне защищает здесь у нас комплект креплений и собственно сами пластиковые щитки в отличие от стандартных ураловских эти щитки фиксируются не в одной точке а в двух первое это пластиковая втулка которая вставляется в руль и зажимается там изнутри клин мы закручиваем болт и он этот клин распирает а вторая точка это стальной кронштейн креплению зеркала вот сюда а при установке левого зеркала произошла досадная случайность хотя и случайностью это не назовешь я вам говорил что стойки зеркал достаточно жесткие и прочные так вот я решил ее немного подогнуть прямо по месту прямо на руле естественно стойка не подогнулась зато отломалась ухо крепления зеркала теперь либо искать новый рычаг сцепления либо варить аргоном думаю завтра самого утра отправлюсь на поиски ну а сегодня мы пожалуй еще можем установить фару для этой цели у меня есть заранее покрашенный корпус вот такой ободок старого образца с козырьком на котором неплохо сохранился хром и китайская светодиодная оптика на 7 дюймов единственный недостаток мне писали что это пластиковое стекло очень быстро зацарапывается и становится мутным поэтому желательно его закрыть бронепленкой никогда этим не занимался но все когда-то приходится делать в первый раз кусок пленки купил на авторынке если не обманули то хорошая немецкая ширина 25 сантиметров длиной полтора метра так что у нас будет несколько попыток клеить буду сразу на мокрую поэтому нанесем на нашу фару водичку просто чистая вода из-под крана от пленки отклеиваем подложку пленка виниловая так что должна тянуться поскольку фара у нас криволинейная надо будет ее натянуть может быть даже придется греть феном так аккуратно ориентируем ой как она скользит по воде ну а теперь буду пробовать от центра расклеивать и натягивать одновременно центр проклеил и тянем ну что же как говорится первый блин комом в пленка конечно расклеилась натянулась но осталось несколько пузырей и появились такие матовые участки как будто бы не плотно она прилегает как будто там мелкие мелкие пузыри и вот я думаю что стоило наверное фару перед оклейкой обезжирить повторим операцию обезжиривать пластикорастворителем естественно нельзя он сразу помутнеет поэтому я взял септоцит ну или спирт подойдет если он у вас есть аккуратно протираем всю поверхность равномерно затем смачиваем поверхность фары тщательно и в этот раз я смочу пленку тоже расклеиваем пленку снимаем ее с подложки подцепил уголок отклеиваем так все лишнее убираем чтобы не мешало и пленочку я тоже смачиваю вся лишняя вода потом уйдет главное чтобы меньше было пузырей прикладываем центр и от центра начинаем потихоньку разводить воду в стороны воду вместе с пузырями воздуха что же более менее приемлемого результата мне удалось добиться лишь с третьей попытки как видите пузырей нет совсем но в некоторых местах пленка стала матовой такое складывается ощущение что там где она потянулась там и возникают такие как микротрещинки которые бликуют потом на свету в итоге пленку на фару я наносил для того чтобы она не царапалась и дольше сохранила свой внешний вид она по факту сразу стала потертая и как будто бы уже зацарапанная пишите что вы об этом думаете но оставлю пока так возможно пленка такая неудачная может потом переклею по крайней мере саму фару она сберегает остается нам только ее собрать установить и проверить давайте включим зажигание и габариты габариты у нас выполнены в виде белого ободка вокруг фар достаточно красиво но с подсветкой пленка смотрится еще ужаснее согласитесь ладно где наш ближний мне кажется или светит нет все нормально все ровно есть четкая граница вот она в режиме ближнего светят две боковые линзы и одна верхняя и теперь дальний прикольно добавляется небольшое совсем пятнышко вот буквально вот эта зона в этом режиме все линзы светятся и габарит тоже мне что-то подсказывает что техосмотр с такой фарой мне не отметят так что вполне возможно скоро придется ее заменить на стандартную оптику хотя бы для того чтобы техосмотр пройти ну а потом потом вернем обратно и возможно тогда и с пленкой разберусь ну а на сегодня пожалуй пора сворачиваться всем спасибо друзья всем счастливо и всем пока спасибо 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 спасибо